Где ваш шкаф? Где храните вещи? Такого рода вопросы приходят ко мне в комментариях, где я слышал гостей моего дома. Я надеюсь, мой опыт будет вам полезен тоже. Как вы уже поняли, под названием ролика мы не устанавливали себе шкаф. Мне сложно представить домашнее сооружение в своем доме. Я хотела оставить интерьер максимально воздушным, и как-то само собой установка шкафа не рассматривалась. При выборе системы хранения я руководствовала с такими принципами. Легко находить одежду, легко складывать, не должно занимать много места. И чтобы хранение можно было легко подстроить под меняющиеся потребности семьи и климата. Итак, как же мы храним вещи? На самом деле, мест хранения у нас много. Шпили комода, гардеробная, А также два спальных места, в которых тоже можно хранить. Например, несезонные вещи. Начинаю я со своего комода. В нем я храню все, кроме тех вещей, которые явно требуют плечиков. Из нижнего белья. Его я храню прямо в ванной комнате. Это невероятно удобно. Верхняя полка, место хранения домашней одежды, палатики, пижамки. Прочу все пространство разделено контейнерами. Часть из Икеа, часть из местного магазина. Здесь хранятся колготки и то, что я не могу пристроить никуда. Майки, футболки, халаты, сорочки, носочки в отдельном маленьком боксе, а рядом носочки-потеряшки, которые еще возможно найти. Здесь часть нижнего белья. Сейчас купальный сезон, поэтому отдельное место отвела под купальники. У меня их много. Панише полка для более громоздкой одежды. Здесь кофточки с длинными рукавами, платья, которые не мнутся, и юбочки. Чуть дальше в боксе с штанами. Их я ношу сейчас реже, поэтому запрятала подальше. Штаны, которые я чаще ношу, находятся поближе. Это хранение мне нравится тем, что ничего не разваливается, даже если чистых вещей, осталось мало, и полка полупустая. Кстати, пустой полки. Так как зимнюю одежду я брала, то у меня осталось много свободного места. Сюда я могу свалить ношу на одежду или пледы, в общем, по ситуации. Приместимся наверх. Этот комод у нас больше похож в части. Сверху документы, книги, фотоалабомы. Ниже постельное бельё. Недавно я показывала вам процесс преображения в этом комоде. Кто не смотрел это видео, оставлю в описании ссылочку на него. Нижняя полка, аптечка и разные провода. Тут тоже надо живут пледы или полотенца. Под кроватью есть сезонная одежда. Место, куда ещё не добрались наши руки, это ниша. Тут мы храним уличную одежду и то, что требует плечиков. Верхний ярус для взрослых, нижний для ребёнка и для лёгкой короткой одежды. На стене прикручены крючки и на них подвешено то, что используется крайне редко. Также на крючках подвешена детская уличная одежда. Рядом комод мужа. Не буду всё показывать, у него там, как всегда, идеальный порядок. Приместимся с вами в детскую. Такой красивенький комод ванюшки. Сверху трассишки и шорты. В другом отделе пижамы. Полка ниже лежат стопчика и футболки. Пока что нам это максимально удобно. Один на стопчика с дверьми рукавами. В таком боксе лежат носочки, а рядышком носки без пары. Ниже при помощи от отделителей я организовала удобное хранение штанов, брюк и колготок. Сделано всё таким образом, чтобы сыну было легко одежду находить и пользоваться самому. Самым низом игрушки и пособия. Я надеюсь, вам стало всё понятно, как и где мы храним одежду. Спасибо всем за просмотр. Пока! Субтитры подогнал «Симон»